Добрый день, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь дизайном в Московской электронной школе. И также я занимаюсь дизайном в Московской операционной системе. И мы столкнулись с такой проблемой, что при переходе на СПО наши уважаемые разработчики имеют полный спектр всего программного обеспечения. Это компиляторы, это у нас среды разработок, это у нас даже есть программы для тестирования и так далее. Сейчас перед вами схема разработки ПО, водопад, которая хорошо отображает мою боль. На этапе проектирования и поддержки нам в принципе программного обеспечения как таково не нужно. На тестировании в принципе мы тоже не очень сильно можем завязываться на СПО. А на кодировании, опять же кодирование у нас идет после того, как мы уже спроектировали интерфейс. Удобный, красивый и так далее. На кодировании, как я сказал, у нас все есть, все отлично у нас. Но когда мы переходим к дизайну, с дизайном у нас все плохо. Перед вами таблица. Здесь представлены программы, которые имеют достаточно большой объем материалов учебных. То есть преподаватель может по этим материалам как-то преподавать, не искать, не изобретать самому и так далее. Все есть в интернете. Но, как вы можете заметить, что мы же должны готовить специалистов, которые будут работать уже на производстве. Не просто рассказать Пете, что у нас есть вот это. И мы в теории можем это использовать. Итак, если мы посмотрим эту таблицу, то у нас программное обеспечение для дизайна проектирования интерфейсов не так уж и много. Это у нас Figma, это у нас Lunacy и PinPot. Если мы уберем из этой таблицы все приложения, которые с закрытым кодом и находящиеся под санкциями, у нас остается PinPot, который только-только развивается. Это у нас, во-первых, еще веб-приложение, которое имеет очень неприятные для вузов и школ особенности. Первое – это веб-приложение, это означает, что мы завязаны на интернет-соединении, хорошем интернет-соединении. Второе – это ограничение на вкладку, то есть вкладка браузера, в Figma это написано, имеет ограничение 2 гигабайта оперативной памяти. Любой маломальский проект может легко эти 2 гигабайта скушать. И мы, опять же, в московской школе электронной сталкиваемся с тем, что 3 вкладки у нас занимают и по 13 гигабайт оперативки, и по 16, и так далее. То есть вряд ли в школах или в вузах есть такие хорошие, мощные машины с 32 гигабайтами оперативной памяти. Все остальные мы имеем Blender, Scribus. С Blender мы можем применять уже как средство презентации нашего интерфейса, это motion design, как у нас все это будет красиво показано, все это вылетает и так далее. Gint мы не рассматриваем, потому что это прошлый век, как в фотошопе мы раньше рисовали интерфейсы. Крита – то же самое. Ну и по сути вот все. Мы имеем большую проблему в том, что при переходе на SPO мы не имеем никакого инструментария. И какие у нас есть способы выхода из-за ситуации? Как я сказал, есть открытый проект PinPod. Мы можем либо к нему присоединиться. Опять же, это не странная организация. И насколько я знаю, есть прецеденты, когда наш российский код не был включен в репозиторий по разным политическим причинам. Это первое. Второе. Мы можем этот код форкнуть, как это SPO, и развивать это самостоятельно. Какая-то из компаний вдруг сделает. Либо мы можем написать свое нативное приложение на том самом Qt, которое, во-первых, не будет привязано к таким ограничениям техническим. И в принципе у нас будет свой российский софт, который позволит нам быть полностью не завязанным на иностранном ПО. У нас будет дизайн свой с помощью своего ПО и свое программное обеспечение. В принципе мой доклад на этом закончен. Спасибо за доклад. А можно второй слайд? Да. Второй. Да. К этой картинке есть комментарий в виде анекдота. Анекдот был такой, что когда эту схему разработки, тот, кто ее нарисовал, представлял американской военщине, то в какой-то момент они возрадовались и возвеселились и не расслышали завершение. Вот так делать не надо. Вот эта схема, как все сделать максимально долго и хуже среднего. Потому что отсутствует обратная связь. Эджилисты кинулись в другую крайность, стоит искать золотую середину. Это понятно. Но опять же, давайте начнем с того, что если мы будем разрабатывать, скажем так, код без привязки к дизайну, это будет тоже очень плохо. И обратно. То есть если мы будем дизайнить, не зная ограничений платформы, это тоже плохо. Я не про пункты, я про именно жесткую последовательность сериализации. Просто это картинка, которая… Просто чтобы по вашей картинке кто-нибудь не увидел, не воодушевился, уж пусть это будет у американской военщины. А вот вопрос по… Я не совсем понял, какие технические ограничения возникают в использовании того шпинпота с двумя гигабайтами оперативки на одну вкладку. Смотрите, когда у вас есть, допустим, вы разрабатываете мобильное приложение, у вас, если вы занимаетесь уже более серьезным, скажем так, дизайном, у вас может быть там не один экран, а 50, 60, 70 и так далее. Так вот, когда вы будете работать в этой вкладке по слоям, вы легко перейдете в это ограничение, и ваш файл будет просто-напросто не редактируемым. Это у пинпота? Это у фигмы, это у пинпота, это у всех в веб-эссембле приложений. Да, у фигмы то же самое. Да, я тоже просто понял, как будто есть ограничения… По сути, фигмы и пинпот работают на одной и той же технологии. У кого? Ну да, по сути, да. А тогда все-таки какие ограничения у пинпота, что он… Это ограничение браузера, любого браузера. Да, какие ограничения у пинпота, что он хуже той же фигмы или… Я не сказал, что он хуже. Я сказал, что в принципе это ограничение в веб-приложении. И смотрите, когда вы будете преподавать, если вы будете преподавать в университете, не в каком-нибудь богатом и так далее, а в каком-нибудь средненьком техникуме, у вас не будет компьютера с 16 гигабайтами оперативной памяти, или дай бог с 16 гигабайт, или 32 гигабайта оперативной памяти. А ваши проекты могут быть просто-напросто нередактируемыми. Это очень легко съедается, поверьте мне, когда 8 гигабайт у вас оперативная операционка скушает, вас скушает браузер с низкими вкладками. Когда мы говорим о подготовке специалистов, они же должны потом после университета пойти и с чем-то работать, а у нас в принципе не с чем работать. Мы можем их научить на пенпоте, они потом придут и должны будут покупать лицене через третьих лиц. И это в лучшем случае. Потому что работают на пенпоте, но они придут и обладательства, а украины работают на пенпоте. Да? Ну опять же… Я заставил все идти на пенпоте. Ну опять же, пенпот это у нас не наша с вами разработка, не российская. И как они себя поведут, это вопрос другой. Ну я же говорю, решаемая проблема. Либо форк, либо что-то свое. Пока что пенпот даже не может вставлять SVG файлы. То есть копия паста у них не работает. Это пока что на таком начальном уровне. А можно вопрос все-таки, а не обсуждение? Вот у вас там на следующем слайде промелькнуло такой промышленный стандарт. Да. Какому именно промышленному стандарту, на ваш взгляд, должно соответствовать необходимое вам программное обеспечение? Я не понимаю, что такое промышленный стандарт. В скобках. Смотрите, что такое промышленный стандарт, в моем понимании, в принципе, понимание большинства людей. Это так, программа, на которой, во-первых, есть огромное количество учебного материала, и которая используется в компании. Голубчик мой, это не промышленный стандарт. Промышленный стандарт обычно пишется. ГОСТ 2432, ИСО 1810. Это стандарт. А то, о чем вы говорите… Смотрите, 3D графики. У нас есть промышленный стандарт, Maya это для анимации, и 3D Max. Да нет такого стандарта. Он есть у некоторых пользователей в головах, у которых в головах… Ну, когда вы приходите на ту же самую… Понимаете, когда вы говорите, что гимп устарел, слушайте, ну это вообще, мягко говоря, смешно слышать. Тут весь зал свободных программистов, когда это у нас гимпы Крита устарели? А где написано, что Крита устарела? Вы сказали, что гимп устарел. Когда это он устарел-то? Я что-то… Ну, смотрите, допустим, в цифровой живописи гимп не используется вообще. Я не знаю, а кто… Это вы так считаете, что он не используется? Да я, не сходя с места, назову вам полтора десятка всемирно известных цифровых художников, которые работают только в гимпе. Откуда у вас такая информация, что гимп не используется? Ну вот откуда, расскажите мне. Просто это не знание? Возможно, потому что когда ты приходишь на форумы, на всякие лекции по дизайну, я не слышал ничего про гимп. Я в нем сам работаю. Ну и что? Но в профессиональной среде про него мало кто знает. Да перестаньте. Art Design for GIMP – это кто вообще написал? Это что, с воздуха родилось? Двухтомное руководство по арт-дизайну в гимпе. Бестселлер мировой. Вы говорите, что это устарело. Слушайте, ну это смешно слушать, ну честное слово. Гимп – это вообще наше все. У нас нет другого растрового редактора в свободном софте такого же по возможностям, как гимп. Но у нас было примечание, что гимп вместе с фотошопом для данного применения просто нет. Для данного какого? Для разработки… Для разработки программного обеспечения. Смотрите. Для разработки интерфейсов и… А вообще шкрыбус тогда тут что делает? Он с какой вообще стати? Он рядом с интерфейсом не лежал? Блендер тем более. Блендер, кстати, как раз таки и подходит, потому что, когда мы представляем интерфейс, мы можем сделать motion design интерфейса, презентацию этого интерфейса. Не, ну мы можем, конечно. Мой приятель Тим Коули, один из ведущих специалистов мировых по интерфейсу, до сих пор интерфейс рисует на миллиметровке линейкой. Ну вот так он работает. Можно тогда и в пенте, в принципе, рисовать монолизы, никто вам не запрещает. Да, да, совершенно верно. Все зависит от удобства использования. И потом второй вопрос у меня был, когда вы говорите, вы путаете разные вещи, когда вы говорите, что пенпоту не хватает объемов оперативной памяти, и в то же время говорите про каких-то студентов, которые учатся что-то разрабатывать. Зачем студенту, который учится что-то разрабатывать, 50 экранов? Да ему трех хватит за глаза, он принцип должен понять. И пенпот совершенно не мешает этой разработке. Что это за приложение будут школьники разрабатывать по 50-60 экранов? Да у них просто времени учебного не хватит на такую разработку. По-моему, проблема создана на пустом месте. Создать отечественное ПО для UX-дизайна, ну да, это благородная задача, кто бы спорил. Но только кто этим будет заниматься и кому это действительно интересно? Создайте сообщество, посмотрим. Может быть, действительно кого-то это заинтересует? Можно вопрос? Я здесь. Обратно открутите на водопад. Вот я согласен с Михаилом о том, что жестко вот так вот закрепить, начиная с проектирования, ну последовательность, да, это некорректно, потому что тестирование и кодирование, это процесс закольцованный, пока не получится релиз. Да, и можно этим заниматься достаточно долго. А дизайн, если мы говорим про UX-UI, мы про это говорим? Или дизайн? Нет, UX-UI. Он тоже параллельный идет. И то, о чем вы говорите, как я понял ваш тезис, что действительно не хватает какой-то красоты свободного ПО, это, ну, есть такой момент. Почему? Потому что свободное ПО в первую очередь выполняет какую-то задачу. Если мне надо, чтобы там, я не знаю, автомобиль поехал, мне не надо, чтобы там были красивые окошечки, с одной стороны. С другой стороны, как мы знаем по опыту иностранных разработчиков, да, которые в первую очередь уделяют время UX-UI и подобным вещам удобству, удобству пользователя, который не знает, что такое программирование, которому все равно, как это работает. Главное, чтобы это было красиво и максимально удобно. Как вот тот же самый Стив Джобс говорил, вот я хочу сделать телефон для домохозяек. Домохозяйке пофигу, как он внутри устроен. И если в этом задаче, да, действительно нужно создавать сообщество, которое будет заниматься продуктами, которые будут на массовом рынке для конечного пользователя. Это правильно. Ну вот как здесь реализовано, сколько времени вы потратили на создание этой презентации, если честно? На саму презентацию? Да. Немного. Вот. Если в каждый софт, да, просто вдаваться, посмотреть достаточно глубоко, как этот софт создавался и с какой целью, то практически вот на следующем слайде, ну, мягко говоря, коллеги правы, это некорректное сравнение, да, вот того, что вы говорите, с тем, для чего создавался софт. Поэтому, если есть вариант создать софт, который может автоматизированно делать хороший дизайн, на основе, не знаю, НПУ, да, там, нейросети и так далее, это хорошая затея. Спасибо вам большое за это. Подумайте над профессионализмом по созданию этого софта и все получится. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.